а ясно без микро говорю я говорю что не опоздал был небольшой переносик вам носик но так без опозданий получается дверь закрыл до закрыл теперь закрыл вот только что закрыл дверь а где остановился блин у игра конечно красиво выглядит чисто тащит свои графика мне кажется если не было то графики обдропнул с первого стрима я прям уверен но вот зашел мне прям пиздата ваще кайф обожаю такого когда захочешь в игру в неприятно находиться то есть геймплей должен быть супер мега хуёвый что такая графика его не спасала это дома как еще встретил чем купить то можно семена небесного лотоса в течение нескольких секунд после использования бутылей постепенно восстанавливать небольшое количество количество очков здоровья это явно лучше а чё продать можно золото семена небесного лотоса это лучше реген после отхила походу босс опять большая арена явно босс неожиданно босс неожиданно босс неожиданно босс берегет на стопе босс но удачи эти конца геймплей в кейс и босс вот Продолжение следует... ау ай это заебал и поймать что делаешь когда я бить буду да я не могу уже кнопку и проживается бреда в вечном стане болят я его почти прошел я пытался превратиться в челика но я был вечном стане не прожимала кнопку улите гайз связной связи и купе кот на связи искали как полнить свой steam но не знали как надоели сервисы которые забирают огромную комиссию купе кот это лучший сервис самой низкой комиссии на рынке пополнение аккаунта происходит в несколько кликов что разберется самый лютый казуал пишем свой логин steam выбираем сумму пишем промокод казуал нажимаем применить и нажимаем оплатить и оплачиваем любым удобным для вас способом просто дешево и безопасно не забываем что промокод казуал уменьшит вашу комиссию на 2 процента через купе кот вы можете пополнить не только российские а также и казахстанские steam аккаунты купе кот это не только пополнение стима это целая экосистема здесь можно купить игры недоступные в рф на свой steam аккаунт также промокод казуал дает минус 10 процентов на покупку гифтов но если вас это заинтересовало то проходим по ссылочке в описании и забываем про промокод казуал все легкий босс какого-то хуя кнопка не прожималась но босс вроде не сложно еще сейчас применить вот эту штуку снова без защиты от зла ты не понимаю тебя вы блядок вот это вот это крит ебать пошел нахуй не прочувствовал окей у меня столько всего есть на самом деле это легко если все использовать его хоть победил или вторая стадия бля его фолст май о нет вторая стадия о не шалфайс вот а мне 2 сад это пизда, у меня нету класса уже Не, вторая стадия-то неожиданно. А что делать? Не только накопить на новую эту... Остановление времени, иначе не пизда. Вторая стадия, вот эта вот неожиданно. Так-то вроде не сложно, но пиздец, только хп надо вынести. Я не понимаю, блядь, этой хуйни! Эжир? 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 Как не подходит, как я считал. Так, чё-то... Блядь, легкий босс, но... Сейчас застряну на легком боссе на тысячу лет. Было бы неожиданно. Остальное чё-то надоши на желание. Эжир? Эрю? 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 Эх. Эрю? 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 я не понимаю легкий босс хули на нем для босс вообще не сложный виталик привет сегодня на попечал или на казуалича я никогда не было на казуаличах смысле я могу выбирать кого превращаюсь я забыл если да как у меня ударил я даже не вижу что происходит я не вижу атак как я тоже знаю что он бьет не нам на это проебался я не вижу атак их никто не видит никто не видит их не видно где они где атака была я не вижу как даже даже начало атаки не вижу почему он его не станет как понять когда я его станет для чего я делаю финальную атаку популярность игры в том что ее могут пройти почти все большинство стримеров проходит за два-три попытки боссов кроме пяти самых сложных а верю вот тут поверил только что как этого босса можно пройти за две-три попытки из тут две стадии у него мирят хп тебе нужно его банально бить очень долго я не понимаю банально у него хп два раза больше чем у любого другого босса до этого как его можно пройти блять за две или три попытки из него хп в миллиарда раз больше чем у игрока как тебя как тебя как тебя а 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 Обездыршите ворга в момент, когда он собирается что-либо сделать. Это продлевает время действия заклинания и очень значительно снижает сопротивление урону цели. О! Хуясь. Так, ну пока я думаю, можно прокачать что-нибудь отсюда. Мне сначала в пещеру или в флотпроход? Чё-то я не врубился. Ээээ! А я всё думал, когда же ты появишься? О, деньги. Пожелание, чтобы я сдох, но при этом ты мне закинул 5 тысяч. Понимаю. Стандартный... Стандартный хейтер. Блять. И шо тебе даст, если я сдохну? Вопрос. Твой профит какой. Очередной босс-файт открылся. Старый храм Гуангинь. Это мне нужно куда-то вернуться или мне нужно сюда подойти? Стоп. А как я здесь оказался? Wait a second. Я пещеру пропустил. А я всё думал, когда же ты появишься? О, я могу оружие изготовить? Просто смерти тебе желаю, так как ненавижу тебя. Ха-ха-ха, блять. Ну ты вы, блядок. А, к списку оружия. Какое у меня сейчас, какое у меня сейчас оружие? Какой-то водяной сет. Из трёх итемов, собственно. Ну я могу его изготовить. Вроде много не требует. А, воли нету. Я могу создать новый посох. Используется. Это который у меня, да? А я могу сделать посох с двумя змеями. У него больше урона на 10. Это какой-то другой, типа, другой путь развития посохов. Банально нафармить воли. Душ надо нафармить, короче. Всё, я понял. Так, давайте переместимся в пещеру. Когда же ты появишься? Да, скажи, как ты меня не видишь. Что со мной? А что с тобой? Почему ты такой стал? Просто желаю тебе смерти всем сердцем. Ха-ха-ха. Может, с тобой что случилось, чел? Не задумывался. Раз ты закидываешь меня деньгами, поэтому смертью желаешь. Проклятые деньги, ты это знаешь. Только начни их тратить, а тебя одолеет самая страшная и мучительная болезнь. Ага. Удачи. Вот только как я-то знаю, как я их должен отличить от других денег, которые приходили сегодня на стриме или вообще. То есть, понимаешь, что после стрима мне средства увеличиваются на счёт? Как я могу знать, что я их трачу? Какие из них твои, блядь? В скобочках, это всё мои уже. Так что... Проклятие очищено. Когда деньги становятся моими, проклятие очищается. Я опять иду в пещеру, там опять какой-то проход. А, тоже враги? Бля. Чё здесь? О, там скиллпоинт вроде. Чё за нямка? Небесная пилюля Тай-И. Ульвичи увеличивает максимально запасмана. Мне надо её использовать? А, я уже её съел. На автомате. Тоди добра. И тут скиллпоинт. Найс. Плюс и скрам. И, думаю, я прокачаю в этот раз вот это. Обездыржите врага в момент, когда он собирается что-либо сделать. На, вот это вот интересно. Когда нужно в тайминг попасть. Мне кажется, замедление времени имба, и его нужно прокачивать вот полностью. В любой игре подобное замедление времени это имба. Ну, вернее, не просто замедление времени, а остановление времени. То есть чел стоит на месте, пермостан какой-то. Так, туда в ту локу, которую я открыл колоколом. Пока не идём, потому что я ещё посох не купил. Пока идём сюда, поэтому. О, тут босс, походу, бля. Я не готов к боссу. У меня посох до сих пор не прокачан, бля. А я не хочу с боссом драться, я посох не улучшил. Опять урон маленький. Я не знал, что тут босс. Мне надо качаться. Теперь он широкий. Я не хочу с плоским. Все те, которые локти, которые飲или без огня, обратились к пивой, скрыбивая на красный святой. Это я, кто дождался им иконечные полосы. Я даже восстановил письма по письма. Да пиздец Можно я что-нибудь сделаю, не? Магнит действия, да? Я не понимаю! Магнит действия, да? Я им не могу! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Получай! Ху-бенфористы, блять! Возможно, я даже могу дать тебе уважение! Я Блэк Вейл! Да, блядь, можно я фласку выпью? Да, какое говно. Да, можно я что-то сделаю, не? Пизда мне. Дайте я согрейджу боссах. О, черт. В этой игре, конечно, боссы 24 на 7. Очень мало дополнительных противников. А где я должен душу борт, мне 249, мне надо посох загрейдить. Я не готов с ним драться. Ну, я могу его победить сейчас, но будет быстрее я себе посох загрейджу. Разве нет? Так. Ну, давайте-то сюда пока. Может, туда. Ну, не знаю, мы там тоже босс при входе. Мне всего-то 500 душ надо. О, нет, я помню этого уродца. О, нет, это еще сложнее. О, наконец-то, тогда три боссы сонят. Дисциплины, придут. Я слышу путешественников, которые находят моих двумя, которые берут новые хранили. Ну, ты урод. Я не могу тебя видеть, но я рекомендую твою волшебность. Я рекомендую твою злую лицо. Я не могу тебя. Ты вернулся. Первый рискин, гайз. Был уже такой босс. У Бабадзаки научились. А, тут еще бомжи есть дефолтные? Да-да, я помню. Да, не хочу отпрыгивать. Да-да, я не сильно вижу это уменьшение урона. Вернее, увеличение. Блядь. Найс сначала. Не, я его не накосал? Да, блядь! Бать, у него дэмэдж. Он меня снес так быстро? Короче, куда ни пойди, везде босс. Дядь, я не понимаю тебя. Что ты делаешь? А в холи он хилится? Мне надо убивать его челов, которые к нему идут. А, он хилится с них, я понял. Бля, я попробую их ударить Да пиздец Надо пойти в посох за Граилей, потому что это какой-то бред Сколько? 173 воли А, мне надо убить 3 змеи буквально 3 змеи и у меня будет посох Так, сколько душ? О, 2 700 мне хватает Во Плюс 10 урона, это серьезный бонус Это другая игра начнется, я надеюсь Броню еще потом загрэпчу, но это уже не так важно Главный урон Так я его одел, да? О, все, новое оружие Не показалось ли у него мувсет другой? Я не уверен Я загрэпдился Почему я получил дэмэдж? Мне говорили, что это парирование Это нихуя не парирование Играйте, я наверно Скажи мне, что ты Дитамы 상долируют Играйте 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 да как это дождь я не могу ничего задолжить не нужно кланяться а я я не могу и будут тебе я думал я не уязвим а блин вот то сундуки точно я думал от этого тема когда головой бью я не уязвим во время нее оказывается я уязвим низко поклонившись он таранит врага базовым черевом нанося огромный урон так смысл твою берегу ради чего ее берегу лишь уязвим до сундуки проивал чисто дэмэдж да сдохли конец тебе он меня даже не ударил ни разу кстати ну основного героя у меня фулл хп это же не хилился поединиц жирнич картошка только не говорю что вы вторая стадия не вздумай я все потратил я все потратил мне надо второй стадии просто падает я не знаю стоп 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 я в кулашу 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 сэксайд ливит сэкс стоп виктору все Всё? А, всё, мы из храма вышли? А я себе сундуки тогда не залутал, я бы это всё проебал, прикиньте. Всё? Зачем? Это чё? Где я вообще нахожусь? Огненная накидка, артефакты. Пускай всё горит, главное, чтобы выжил мой учитель. Отдай мне накидку, сейчас. Буква Т? Я не это... Как артефакты юзать? Я букву Т не ставил... Чтобы использовать артефакт, нажмите Т. Шкала Ц должна быть полная. Вот только я не могу использовать артефакт, потому что у меня в управлении этого не стоит. Я же управление полностью менял на основании вот этого. После первого стрима я добавил букву F. А теперь оказывается появились ещё какие-то, блядь, артефакты. Нужно поставить на какую-то кнопку отдельную артефакт. Так, всё, тут я закончил. А где я нахожусь? Да. Так, там ещё один босс у меня есть. Только понять бы, где я сейчас нахожусь. А, стоп, это... А, всё, я понял. Там, где я был. Ну ок. Так, следующий! О, чтоб мне дали двокадушь, подождите. Двокадушь, точно. Стоит ли собрать другой сет? Чисто ради брони. О, подожди, у меня появилась какая-то бронзовая маска обезьяны. О, у меня появился сет обезьяны какой-то. Избранный наносит дополнительный урон противнику, если тот обездвижен. О-о-о. Когда ваша атака снимает с противника обездвиживающий эффект, время перезарядки заклинание обездвиживания очень значительно сокращается. О-о-о. Вот это пиздатый сет. Ему нравится. Очень надо. Очень срочно надо. Только шпу полностью скрафтить. Мне нужно тысяча восемьсот. Две тысячи. О-о-о. Ну, короче, я хочу этот сет. Однозначно. Это ужас, это ускорение. Так, только на него нужно миллиардушь. Так, ну давайте перчатки. И броню. Ну, брони намного больше дает. А, шелка нет? What? Ладно, давайте тогда на ноги. Хоть так. Хоть будет часть сета. Так, 73 защита и часть сета есть. В любом случае это должно меня усилить. Так, ну готовься. Теперь у меня явно больше урона. Да, урона вроде больше. Да я не вижу, когда надо дождь. Как он меня ударил, когда я был настолько высоко, блин? О-о-о! Ясно, я тебя понял. Хм-хм-хм-хм! Играет! Играет! Я был явно тренирован! О-о-о-о. О-о-о-о. Кто, я могу отвечать против меня?! Продолжение следует... Тихо-тихо-тихо! Не нужно клавиться! На! Изи-изи-изи! Вообще изи! У тебя есть какие-то cheap tricks! Открывай меня в Суммите, если вы захотите! Спелл, который он просто выставил, может быть интригателен, но это не сложно, чтобы учиться. Спелл какой-то новый. Эта специальность Блэкбэр уничтожена! Сервинг Гуан Йин не помогал ему много. Но что он оставил здесь, мог бы нам помогать! В таком случае... И что я научился делать? Прогулка по облакам, растворять из туманя, чтобы отступить или провести атаку из невидимости. Что не спелл, то имба. Ща посмотрим. О! О! А, у меня мана тратится во время этого спела! Он, кстати, очень много маны забирает. Я не смогу применить все три спела сразу. Стоит проходить макакусом консоли или дрочить DLS Элдена или зачилиться и спать тупо лечь. Кстати, если что-то пошло, то лучше играть в макаку, чем в Элден Ринг. Потому что в Элден Ринге, ну, по крайней мере, в DLS... Кроме нескольких реально сложных боссов, там вообще ничего нет интересного. Супер унылые локации. В половине локации вообще просто пусто. Там даже нечего искать. Это псевдооткрытый мир. Очередные копипасты боссов. Не обошлось без этого. То есть буквально есть смысл играть DLS Элден Ринга ради того, чтобы пройти Риналу, Родана и Всадника на Кабане. Три босса есть жестких. Все. Все. Там вообще ноль интереса. Пустая игра. Услушаем, а как уиграть? Она хоть красивая графически. В отличие от Элден Ринга. Там, кстати, дефолтная так себе графика, стиль графики. Так, у меня еще два скиллпоинта. Короче, я ощутимо стал сильнее.